Не буду, конечно, говорить банальности, тема наиважнейшая, сейчас огромный интерес, ну, опять-таки, со факта того, что визаторован, подтверждение этому является понятной на уровне правительства. Эта тема сейчас стала приобретать такой отдельный, что называется, фокус и интерес. Вы знаете, что там такой, что новая форма управления проектом, что называется правительство, где выделяются отдельные, достаточно, с одной стороны, сложные, с другой стороны, необходимые перемещенные темы. И тема, которая стала одним из проектов, и на уровне совета по правительственным проектам правительства, эта тема, собственно, формализована. Поэтому здесь, мне кажется, мы можем пытаться совместить коммерческую инициативу, инициативу бизнеса, имею в виду потребность бизнеса в реализации этой задачи, с аминсортивным ресурсом, который, ну, собственно, требуется, в любом случае, требуется решение многих задач, в том числе нормативной плоскости, плоскости логистических решений и многие другие вопросы. Мы же, как Российский экспортный центр, ну, должны стать, и хотим стать, и совместно с коллегами, и в правительстве, и в Министерстве промышленности торговли, в первую очередь, в которой, видимо, идет правительство. Мы хотим стать, собственно, тем инструментарием, который поможет совместить эту вот административную часть, часть инструментального, что-то, да, то есть, дать конкретный инструмент бизнесу, каким образом, собственно, можно пользоваться этими, всеми возможностями. Я не могу сказать, что мы достигли каких-то серьезных результатов, мы только начали, но, тем не менее, не могу об этом не сказать, но полгода назад начали с коллегами из Зарепопы, в частности, с Тимолом, такой эксперимент, и открыли наш российский павильон. Мы не знаем, наверное, цифры очень маленькие, но это хотя бы начало. Мы сейчас говорим о том, что в Зарепопы уставлено 200 номинований товаров 40 с лишним российских производителей. Ну, сейчас мы имеем такую, примерно, статистику, 10-12 тысяч человек в день посещают этот павильон, и мы имеем где-то вот за полгода, где-то свыше 200 тысяч единиц товаров, да, получается у нас, примерно. Этот бизнес требует постоянной поддержки, постоянной какой-то поддержки интереса к этому павильону, мы, в частности, в СССР проводим целую программу, там, в Китае, например, и ЧАД, и ОТО, и остальных. Ну, при этом, конечно, на что хотел бы обратить внимание, что это не только задача государства и нас, РЭЦ, как собственные инструменты, здесь все-таки очень важна еще и обратная связь, и не просто обозначенное желание бизнеса заниматься электронной торговлей, а еще и фактические шаги. К сожалению, мы не всегда это видим. Часто все-таки эспетицизм побеждает. То есть одно, что интерес есть, но у нас никаких шагов нет. Ну, это факт, и надеюсь, сегодня состоится такой разговор, что называется, открытый, но мы часто видим, что при обозначенном интересе, при обозначенном интересе, мы не видим последних шагов со стороны бизнеса конкретных. Шаги, конечно, требуются. Ну, существуют, например, мифы, наверное, если можно так сказать, о невозможности российского онлайн-экспорта, и часто бизнес не пытается запустить электронную онлайн-продажи. Часто кажется, что это сложно, что это дорого, хотя, не говоря, соотносительно тех возможностей, которые есть, это совсем минимальные заплаты относительно, как-то, традиционной оффлайн-торговли, и это у нас остается таким стоп-фактором, что называется. Мы, в свою очередь, все равно шаги предпринимаем. Еще один слоган образовательный проект, был ролик про образовательный проект, у нас целый модуль большой, этому посвящен. Опять-таки, делаем в самом как таковом образовательном проекте, но, по-добедному, вот, работая по образовательному проекту, наверное, уже в тысячах у нас числяются те, скажем, и компании малого и среднего бизнеса, в первую очередь, представители, в том числе региональной структуры, которые обучились. Это самый конкретный инструментарий, который мы показываем, как это работает. Мы продолжаем коммуницировать с крупнейшими площадками, а вы хотели, в первую очередь, говорить про азиатские площадки, все-таки, так вот, принадлежность к коня государственной структуре все равно для них важен, это часто так бывает, поэтому мы работаем с eBay, продолжаем работать, про любого я сказал, eBay, китайский джин-тир, ПТН японский, в Индии, пытаемся выстроить тоже отношения с компанией, соответственно, и демократно, да. Можно, конечно, просто пошире смотреть на всю тематику. Принимаем вопрос логистики сложнейший, очень важный, и в этом смысле мы, в частности, здесь, когда мы находимся, мы договорились с компанией «Сайсент», с которым действует, собственно, один из органов, в том числе, на нашем мероприятии, по решению этих вопросов. Ответ, мы можем предлагать и сегодня, хотелось бы обсудить, как много, зарегистрировать магазин «Магазин-магазин-магазин-магазин-магазин-плейка», как происходит листинг товаров, как считать, собственно, платежи, ну, и вести, что сопровождение, как я сказал. Очень рассчитываю на вашу инициативу, и на, как ни странно, не только, что поставил вопрос, что мы должны поддерживать вас, поддерживайте нас, пожалуйста, потому что только транслируя интерес бизнеса и подтвержденный, в том смысле, объем, с точки зрения запросов, обращений. Мы можем правильно не коммуницировать в городе на планете власти для решения всего эволюционного вопроса, опять-таки, начиная с логистикой, заканчивая после таможни, налогового обеспечения и так далее, и тому подобное. Только если мы говорим о предметном интересе. Пока мы его чувствуем под предметом, не так много, поэтому я все очень рассчитываю на двустороннее движение, и вот, мне кажется, сегодняшний объект, короче, посвящен этому очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин